Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник, владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам об удивительном растении, о черной малине. Черная малина редкий год в наших садах, но это весьма незаслуженно. Ведь ягоды черной малины обладают большими антиоксидантными свойствами. В их составе очень много минералов и микроэлементов. А самые уникальные, ягоды обладают антиканцерогенными свойствами, благодаря которым снижается риск возникновения онкологических заболеваний. Итак, что же это за удивительное растение? Черная малина – это отдельный вид малины. Это не гибрид и не ежевика, как считают многие садоводы. Черная малина – ближайший родственник обычной красной малины, и родом из Северной Америки, где произрастает в диком виде. В культуре черная малина выращивается уже более 100 лет. У меня растет один из самых старых сортов черной малины – сорт Кумберленд. Сорт этот очень устойчив к заболеваниям, довольно морозостоек, высоту вырастает до 3 метров. Побеги у черной малины очень густо покрыты шипами. И чем-то напоминают ежевику. Выращивать черную малину рекомендовано на шпалерах, так как побеги очень тонкие и склонные к полеганию. Цветение и созревание черной малины происходит в те же сроки, что и обычной красной малины – примерно в июле месяце. Созревание неравномерное. Ягоды вначале окрашиваются в красный цвет, потом черный. В период созревания кусты черной малины очень декоративны. Морозостойкость у черной малины немного меньше, чем у красной, но при выращивании я не замечал подмерзаний. Болезнями и вредителями малина поражается слабо. Никаких обработок в своем саду я не провожу. Малина регулярно плодоносит и хорошо развивается. Урожайность у этого сорта довольно большая, несмотря на небольшой вес ягод. В среднем ягода весит 3-4 грамма, но растет большими кистями. Самое интересное в ней – это способ размножения. Верхушки ложатся на землю и пускают корешки. Осенью мы просто берем секатор, обрезаем верхушку с небольшой частью побега и высаживаем на другое место. Из нескольких кустов можно получить большое количество саженцев, ведь укореняется практически каждая верхушка. Дальше черная малина растет так же, как и обычная. Появляются побеги замещения. Корневой поросли практически нет. Если вам не нужны молодые саженцы, малину можно и не размножать. Просто подвязывать верхние побеги, чтобы они не ложились на землю. Всем рекомендую посадить у себя в саду черную малину. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего наилучшего и хороших урожаев! Субтитры сделал DimaTorzok